так будем испытывать фен настолько он быстро от с помощью фена отойдут окна от снега и все растает вот это кабина крыша у нас так я включил кстати от тепла старых вот я начал там соединять два провода места 6 проверили с мультиметром не сошлись надо так переделать посмотрим а минута прошла уже свеча накально включилась а насоса пока нет давай насос давай и и и и и и так на улице минус 25 так вторая минута и значок насоса подключился а сам насос наверно от снега не слышно снег типа как шумоизоляции давай спускайся уже лица ярко летний неужели саркан замерзла испытываем китайскую китайский отопитель три минуты давай подключайся четыре минуты насос погас перезагружается он заново включать пять минут пять минут два чета не подводил же даже любой мороз заводился два чета вот насос насос окомнатор 9 вольт ошибок 0 7 минут неужели аккумулятор не хватает насос 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 скоро вентилятор не неужели зашумел может посмотреть сейчас посмотрим насос где он ай блин насос постоянно у меня даже не слышно что он включен что у меня там залит талет на или зимний насос тут горит а на самом деле не включается почему-то чудо значит не блин ошибка я 10 ошибка и 10 что-то такое солярки типа нет уже да я тут забыл как как подкачать на замерз окей ладно окей все выключайся все а 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 сейчас Сейчас вот тут у меня инструкция где-то есть. Вот так и придётся сесть. Как холодно, а? Ялки-палки, где этот русский язык-то, а? Так, вот. Дистанционный парадщик. Так. Устройство. Елки-палки, регуляцию рабочего состояния, инструкция по эксплуатации. Хорошо, что я не на рейсе. Был бы. Так. Так. Сейчас продувка у него идёт, типа он выключается. Так, описание ручной заправки. Ага, всё вроде понятно. Так. Регулировка вниз, потом настройки. Да. Бля-эка, мука! Так, короче, я пойду это дома, почитаю все это в туфтологию. Масло на всякий случай выключу. Все, выключился. Так, пока, на паузу поставлю. Короче, я прочитал эту книжку. Сейчас попробуем по инструкции сделать все. Тут типа сказано, нажмите и кнопку подтверждения одновременно. О, заработал насос. Так, потом, как выключить, чтобы, либо кнопку настройки нажать настройки, ага, все, и лучше, это уменьшим обороты. Самый минимум поставим. Так, давай, давай. 1, 2, по-моему, в самом деле. Все, запускаю. Все, запускаю. Все, запускаю. Все, запускаю. Давай, 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 давай. Что, нормально? Нормально все будет? Давай, включайся. Нормально все будет. Нормально все будет. Нормально все будет. Капец. Ага. Вот сейчас слышно насос. А может надо было в тот раз просто перезагрузить. А вот здесь лежит. Ф-ф. но сейчас добавить кросс пахно запах на сверх тепло тут есть я пока просто холод добавляем елки-палки сейчас она выключается не включилась ноль эмоций ну как ноль эмоций вообще капец я на включилась не могу понять я не просто не помню свеча накаливая надеюсь должно выключаться единят а и и и и и добавим оборотов не как сама включила а у тебя точно у тебя тоже такое зуда или хочешь такую поставить ну но раньше она вообще не подводила да и сейчас не подводит видишь она включилась он сразу пока 33 у меня там кстати в уху просто на землю идет зимой под ним постоянно это сосуд тоже сейчас тоже лед и лужа снег на травы вот видишь тут 3d линии уже сейчас красный по моему будет потом потеклеить пока не понятно пока просто а давай добавим еще и максимум делаем и уйду домой чай пить кушать Все, вход 5,1 максимум, 7 минут, чуть-чуть тепло есть. Так, где у меня, тут трубок нету что ли? У меня трубки должны были быть, наверное, я и занес куда-то. Вот, красное отделение появилось, сейчас еще одна красная будет. Тут нормально уже, потепление есть, ледникового периода. Не знаю, меня слышно нет из-за этого шума, смотрю. Вопрос нафига я его запускаю, да? Так чисто хочу испытать, на сколько времени, ок, стекла просто растает, крыша растает, а снега, аккумулятор сядет или не сядет. Так, забыл как-то, а во, аккумулятор 11 вольт сейчас, короче он нанесивший его. Нормально. Так, давай дверь закрою чуть-чуть. Давай еще одно деление красной загореться и потом вообще жар будет. Вот так, по-на-гому же намыли. А я же поменял тут, тут родное на 100 было, или на 90 выход. Вот, а я поменял, сейчас 4, по 30, 4 гофра делала одну ногу, 2 направо-налево, левое окно, правое окно и 4 лобовое отсюда. Вообще нормально. Это же дизель не греется, ну опять же дизель не автономный, а обогреватель греет. А че ты? Давай. Ну уже рука держится, тепло. Главный сок. О! Ну, конечно, если трубку поставил, быстрее к нам спать, это отошли бы. Но мы же легких путей не ищем. Так, нормально, теплоту и ту же. Сейчас я дверь закрою и уйду. Текает мотор. Вот она, текает, текает. Вот про это я говорил, вот уже. Ну все, пусть он греется. Вот запомню, что окна какие. Я что-то вообще не расстаял. Ну зато там тепло сейчас. Ну да, конечно, она не расстаяла, потому что надо было отставить трубки. Надо было трубку поставить. Вот поэтому она и не расстаяла. А так вообще эта тема. Кстати, я не заметил, сколько времени прошло. О, 10. 10,8. Завтра буду доделывать теплостар, который тасол греет. А то в прошлый раз начал соединять тасол. Не тасол, а теплостар. А там же у меня это 7 проводов. 7. По мультиметру. С помощью мультиметра соединяю, соединяю. И первый провод, второй провод нормальный, третий провод нормальный. И капец. 6,7 провод. Что-то не прозванивается. Ну и там потом времени не было. Снимай все это что-то. на работу. Сейчас думаю, если завтра немножко потеплеет. Немножко потеплеет и два кабеля, два провода отдельно вытянули. Все. И можно запустить теплостар. Но сейчас-то я догадался, как теплостар запускать. Не то, что как раньше. Так, вот видно. Вот чуть-чуть видно. Вот тут максимум, минимум. Надо, когда запускать теплостар, надо, там, самый минимум включить. И от минимума поднять, там, немножко совсем, чтобы она включилась. Потому что максимум делаешь, она полностью, аккумулятор хватит. И полностью, сколько он там, например, 12 ваттный. 12 ваттный. Вот, и как там? Я забыл. Ответ. Фух. Нормально окна потеют по чехолке. Так, сидеть сейчас уже нормально, тепло. Руль теплый. Вон, столько оттаяло. Хм, да. Тихо. Тихо. Так, сколько вообще проработала она? А. Час с семнадцатью. Сейчас темно, час десять, что ли? Час десять уже. Кстати, его можно еще включать, запускать с пультом. Но единственный минус, если поехал куда-то в рейс и на ворковке ночуешь при включенном автономке, если ночуешь, то утром голова болит. В любом случае будет болеть голова, потому что не проветривается. Чтобы она проветривалась, надо немножко окно чуть-чуть открыть, либо вот вверх кондер открыть. Типа ручной кондер. Ибо вот это окно, либо вон сзади фоточка, видите там, либо его чуть-чуть приоткрыть, но опять же тут будет наверно, да? Опять опасно, опасно, опасно. Потому что, да, конечно, ты не замерзнешь, но машину ты не запустишь утром, потому что весь аккумулятор вот эта в туфтологии сожрет. А еще это, как хотел сказать, а если машина включенная будет, и это будет работать, то так нормально. Либо таскать запасной аккумулятор. Или же... Да, запасной аккумулятор таскать. Хороший вариант. Вот сейчас шумит, а сейчас меньше до минимума. 1,2. Видите, шум сразу пропал. А по городу на трассе, вот с этим автономом, автономкой, тоже так покататься невозможно нормально. Надо в вентилятор включить, в приторши. Сюда либо сюда поставить вентилятор, знаете, отприкуривать или все. И кататься можно нормально. У вас слышно, наверное, да? Как насос даже. Интересно, сколько солярки схавал. Давайте посмотрим. Так, выклю... Ладно, пускай включено будет. Ладно. 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 Так... Ничего не понятно. Парилка. Добавляем печку, дрова кинем. Слышно, да, как насос сразу? Слышно, мягким максимум. Ну, короче, сейчас же парилку только что видел, да? Изначально, когда только поставил автономку, у меня такая мысля была. Вот этот выхлоп, который идет оттуда, ну, типа парилка выхлоп с этого автономки. Я хотел ее удлинить, а может даже и удлинил, ну, а там не получилось, а все, в общем, удлинить и этот выхлоп хотел направить на радиатор, именно на радиатор. Не в поддон масляный, а именно в радиатор. Думал, как будет, она будет греть радиатор, а в радиаторе это осол, ну, этот антифриз, и типа таким образом будет греться двигатель. Ну, не знаю, конечно, я этого не сделал, но можно было посмотреть, как, что это испытание. Чисто для интереса можно это испытать. Там потом в комментариях напишите, что я сниму видео, я там попробую испытать, если делать нечего. Ну, конечно, специально я попробую снять это. В следующем видео буду показывать, как работает теплостар и вот это. У меня же это, вот эта автономка и теплостар, у них обоих один бак. Я просто не стал еще один бак делать. И питается этот топливопровод, один выходит, один шланчик. И этот шланчик, и в этом шланчике стоит тройник. Вот, просто такое, сейчас такой, просто сейчас так думаю, если работать будет, если будет работать теплостар, то будет ли поступать солярка на эту автономку, либо наоборот, будет ли, если будет работать автономка, то будет ли поступать солярка на теплостар. Не знающий. В двери холод дует. А так по ногам может тепло. Опа, да. Опа, да. Кстати, вот 11 градусов, это типа в кабине, типа в кабине плюс 11, вот этот, вот этот пульт показывает 11 градусов, в которой он где он находится. Если я этот пульт поставлю на улице, то будет показывать уличную температуру. А вы как думаете, можно ли этот выхлоп поставить на радиатор, чтобы грелся? Не знающий. Уже, не знающий. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, ладно, сейчас выключу Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Идет процесс выключения Сейчас продувка Насос выключился Пока теплый дует Пока буду ждать замерзнут Самую главную массу не отключать Пока он не остановился Субтитры сделал DimaTorzok Так не видно Так не видно так видно куда приклеить только его сюда сюда но постоянно у него под сиденье после сиденья между сиденьями все уже холодно дует вон 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 все перестал моргать ну всё все в принципе Можно массы выключать теперь Включился Включился Завтра продолжим